Трейдеры выбирают Форекс и технический анализ, Литва запускает свою криптомонету. И что ожидает Россию перед длительными выходными? Об этом в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте! Форекс-Трейдеры Буквально на днях было опрошено примерно 700 Форекс-трейдеров, и результаты опроса показали, что до сих пор, несмотря на шумиху вокруг криптовалют, Форекс-торговля пользуется большой популярностью. А также технический анализ остается ключевым фактором в процессе торговли. Многие трейдеры выбирают для торговли настольные платформы, что связано с множеством функций, которые есть только в настольных и мобильных устройствах. Опыт трейдеров зависит от множества факторов, и один из них – это выбор стратегий, которые работают на основе имеющихся в распоряжении трейдера инструментов. Как показывает исследование, трейдеры отдают свое предпочтение техническому анализу. На втором месте – экономические события, и заключает этот неофициальный топ – публикация финансовых данных. Сторонниками этого фактора являются 10,12 трейдеров. Что касается исполнения, то в этом отношении тоже был проведен опрос. Вот вы, например, какое исполнение предпочитаете? Определенно есть какие-то приоритеты, не правда ли? А четверть опрошенных респондентов ответили, что вообще не уверены, что есть какая-то разница между двумя исполнениями. Но все-таки в ходе опроса большее предпочтение отдали мгновенному исполнению. Центральный банк Литвы в преддверии столетия планирует выпустить первую в мире коллекционную криптомонету. Монета будет создана с помощью технологии блокчейна и ее аналога. Чтобы определиться с выбором разработки и других важных решений, Центробанк Литвы планирует провести хакатон, в котором будут участвовать IT-специалисты со всего мира. Состояться это должно в мае, тогда же, когда определят номинал монеты и ее цену. Центробанк Литвы очень заинтересован в проекте с криптовалютами и стоящими за ней технологиями. По информации Центробанка Литвы, к 2019 году планируется создать блокчейн-проект под названием LB Chain. Цель этого замысла – поддержка литовских компаний, которые осваивают подобающие технологии. Торговля на российском рынке в минусе, а курс доллара к рублю вырос на 0,4%. Как сообщили аналитики, так российские инвесторы приступили к фиксации прибыли перед длинными выходными. Есть и другие причины для снижения, такие как падение цены на нефть на 1%. Это вызвано данными Американского института нефти о неожиданном росте запасов сырой нефти в США на 5,7 млн баррелей. И вторая причина для снижения – тема новых санкций США против России. Основными событиями недели станет заседание Европейского центрального банка, которое пройдет сегодня, 8 марта, и публикация социальных данных по рынку труда в США в пятницу, 9 марта. С учетом того, что важные события недели совпадают с выходными в России, инвесторы предпочитают сократить объемы рублевой ликвидности. Как сообщает аналитик Норде Татьяна Евдокимова. Это все новости на сегодня. Выпуск был подготовлен при содействии Forex Magnates. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова